Подвал, сырость, заплесневелые стены и гниющие полы. О бараке в центре города на улице Кольцова не писал разве лишь ленивый журналист. Но по-прежнему власти города предпочитают смотреть об ужасе этой картины только по ТВ. А между тем, на настенном термометре около 5 градусов тепла. Такая температура здесь уже норма. Батареи давно не топят, а газовый котел, который устанавливали в начале года как временную меру, хозяйка отключила. Прямо над ним разрушается потолок, и из двух зол жительница квартиры выбирает наименьшее. У меня здесь был старый котел, который давно уже, ну, все срок годности у него был где-то в конце 90-х, да, в середине 90-х заканчивался. Он, в принципе, уже не работал. Так как я испугалась, что тут постоянно у нас идет обрушение, я вызвала комиссию, они сказали, что немедленно надо отключить вообще на каком основании в разрушенной квартире у вас газовый оборудование. Постально абсолютно незаконно, было всего лишь на две недели, как мне обещали. По поводу незаконной установки газового оборудования в разрушенном доме, Марина Дорогова обратилась в следственный комитет. Но сама она уверена, если не холод, так рухнут стены. Ужас от падения стены жильцы уже пережили. Произошло это пять лет назад. Обрушение показывает сегодня на фото, а стену при этом так и не восстановили. Не попал барак и под программу расселения из ветхого и аварийного жилья. Десятки заявлений не принесли никакого результата. Последний капитальный ремонт в этом доме был в начале 70-х. Восстанавливать предложили, по словам женщины, за свой счет. При том, что строение находится в муниципальной собственности. Но и приватизировать квартиру хозяйка не может. По закону цокольный этаж для жилья не предназначен. Мы здесь живем так же, как живут жители разрушенных домов на Украине. В таких же точных условиях. Ничем от них не отличаемся. Чиновники из управления ЖКХ мне просто заявили, что помогать мне не обязаны. И пусть мне помогает президент России и правительство Российской Федерации. В этих квадратных метрах была прописана еще бабушка Марина Дороговой. Постройке почти 300 лет. И по соседству с элитными домами в центре города смотрится, как будто машина времени действительно существует. Если бы в этих трущобах не жили люди. Всего в доме 6 квартир. Не проживают только в двух. На втором этаже скорее выживает одинокая пенсионерка. Вот у меня все рушится, все льет. Вот-вот обвалится мне прямо на голову. Невозможно выйти. Я каждый раз выхожу и боюсь, на меня все рухнет. Это деревянная пристройка вход в дом. С улицы хорошо видно, что продержится она еще недолго. Уже образовавшуюся трещину заделывали своими силами. Вон уж все виднеется. Вот немножко заделывали. Пока вот держится. Но она вся, вся оттуда отходит. И если у соседки в квартире на цокольном этаже рушатся стены под тяжестью дома, то здесь пожилая женщина показывает, как протекают потолки. Невозможно. Все прям на газ. Это АГВ, что же, АГВ надо менять. АГВ уже старые. А из-за этого не поменяем. Все течет. Это невозможно. Сейчас вот снег будет. А пока снегом там все завалило, сейчас он нахер тает. И все, все сюда вот меня. Обои в комнате отваливаются. Под ними голая кирпичная кладка. Повсюду трещины, проводка аварийная, ржавчина и плесень. Роспотребнадзор подтвердил, условия проживания санитарным нормам не соответствуют. Но власть никак не отреагировала. Жилье взамен не предоставили. Капитальный ремонт не обещают. Все письма в надзорные органы и губернатору области написаны. И люди продолжают свое существование в этих трущобах без шанса на улучшение условий. Ну так вот, ничего. Вот так и живу. Алена Куклева, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Субтитры создавал DimaTorzok